Вместе прошли политические гонения, голод и нищету. Сегодня казахстанцы вспоминают одну из самых страшных страниц истории – депортацию 30-40-х годов. Спустя десятилетия у потомков репрессированных есть возможность узнать то, что долго находилось под грифом «секретно». Часть документов хранится в архиве Департамента внутренних дел. Сегодня в областное полицейское ведомство пригласили родных тех, кого депортировали в Северный Казахстан. В честь Дня Благодарности для них провели экскурсию и праздничный концерт. Джин Сулута Стемирова продолжит. Третий раз в стране празднуют День Благодарности. Но за сегодняшними улыбками и поздравлениями слезы и трагедия целых народов. В 30-40-е годы прошлого века в Казахстан депортировали больше миллиона человек. Немцы, украинцы, чеченцы, поляки, корейцы и другие этносы обрели в Казахской степи, вторую родину. В том числе и предки известного в стране агрария Анатолия Рафальского. Спустя 80 лет в Северном Казахстане родилось уже не одно поколение этой польской семьи. Искренне благодарен за то, что имею возможность выразить благодарность от себя, от своей семьи, от своих родителей, которых уже нету. Потому что, в самом деле, они бы ни в коем случае не выжили бы, если бы им здесь не помогли. А то, что им помогали, это однозначно. Хотя они испытывали, в самом деле, жесточайшие беды на то время. Казахстан прошел жуткий голод, жуткие репрессии. Многие депортированные не смогли обрести покой и в Казахстане. Еще одним ударом судьбы стали политические репрессии. Некоторые факты этой страницы истории до сих пор остаются тайной. Приоткрыть ее завесу можно в архиве областного ДВД. Здесь хранятся дела тех, кого когда-то считали врагами народа. В руках председателя областной чечено-ингушской общины Саипа Байдуева дело братьев Абаевых, их осудили на три года. Всего в архиве хранятся документы 55 чеченцев и ингушей. Эти дела сфабрикованы, как и другие национальности чеченцев, там по политическим выдуманным статьям арестовывали, потом отправляли в лагеря, многие из них не вернулись. Дальше я собираюсь пофамильно, кто здесь живет, им предоставить эти справки, что они оправданы, реабилитированы. И постараюсь и в Чечню, и в Ингушетии передать эти справки, чтобы родственники знали, что с ними дальше случилось. В 1956-57 годах были подписаны указы о реабилитации депортированных. Кто-то вернулся, а кто-то остался жить в Казахстане. Теперь это их родина. Жан Сулут Астемирова при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел.